Накануне глава региона побывал в НИСИ. Игорь Кошин, а также его заместители, депутаты окружного собрания Заполярного района, представители правоохранительных органов региона отправились в Канинский сельсовет по приглашению оленеводов общины Канин. В начале поездки делегаты посетили социально значимые учреждения и пообщались с их руководителями по вопросу передачи полномочий в рамках 95-го окружного закона. После состоялось отчетно-выборное собрание, где членам общины предстояло выбрать нового председателя. По прибытию в НИСИ делегация отправилась знакомиться с жизнью поселка. Заместители губернатора разошлись по профильным учреждениям образования, культуры, медицины. Галина Медведева и руководители школы детского сада рассказали о схожих проблемах, необходимости капитального ремонта зданий. В школе, где обучается более 200 детей, температура воздуха не поднимается выше 10-11 градусов. Из-за сгнившего фундамента каждый год приходится выравнивать полы и менять стекла в окнах. Сегодня решений конкретных нет. Мы сегодня посмотрели, мы сегодня взяли основные вопросы. Посмотрели, какие есть проблемы и будем, несомненно, решать. Кроме того, планируем выходить на видеоконференции с директорами школ, с руководителем учреждения культуры. Здание детского сада состоит из трёх корпусов, одно другого старше – 1935, 1972 и 1988 годов постройки. Неудивительно, что дети-воспитатели с осторожностью ходят под ветхими потолками. Но несмотря на отсутствие условий, которые требуют современные стандарты образования, в помещениях уютно и чисто. Поинтересовались у руководителей учреждений, как идёт процесс перехода из заполярного района в округ. Здесь проблем не возникает. Так, Народный дом творчества уже получил новое юридическое название. А хотелось бы и новых помещений, сетует директор ДК. Вот, например, концерты мы проводим. У нас зал зрительный очень маленький. Если у нас полторы тысячи населения, то зал мы вмещаем всего 150 человек. Можем вместить. Просто-напросто мы не можем дать столько нашим зрителям, сколько бы хотелось. Конечно, хотелось бы больше привлечь людей. Зал в Доме культуры действительно маленький. Он не вместил даже оленеводов и членов общины Канин, которые пришли на отчётно-выборное собрание. В январе истёк срок полномочий председателя Ивана Латышева. За год работы он смог перенести офис общины из Архангельска вниз и провести геоботанические исследования пастбочных земель. Кандидатов на пост нового руководителя было немного, и члены общины предпочли оставить Ивана Латышева. Большинством голосов его избрали ещё на один срок. Теперь, по словам руководителя агропромышленного комплекса, ему предстоит решить более серьёзные задачи. Средняя заработная плата, начиная, скажем, за статистику, если брать за три года последних, то в 2011 году была 6 тысяч рублей, в 2012 году она была максимально 10,5 тысяч рублей, в 2013 году она очень резко упала. Почему вы, наверное, помните, всё это у вас происходило, вот эти негативные события, и достигало около 3,5 тысяч. Поднять заработную плату оленеводам и вывести колхоз на новый уровень развития будет непросто, ведь увеличение производства влечёт увеличение поголовья, которое ограничено пастбищами. Здесь потребуется искать новые источники доходов. Как показала практика последних лет, до одном мясе не проживёшь. Валентина Чибичик, Николаева Учейский, Вадим Носкин, Телеканал «Север».